Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, предлагаю вам текст Священного Писания в это утро порассуждать вместе. Текст записан во 2-м послании Коринфянам, 2-я глава, 11-й стих. 2-е послание Коринфянам, 2-я глава, 11-й стих. Текст звучит следующим образом. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам неизвестны его умыслы». В различных переводах, которые помогают нам лучше понять смысл, этот текст звучит следующим образом. «Чтобы сатана не смог нас перехитрить, а намерения сатаны мы хорошо знаем. Этот текст будет в основании моей проповеди». Тему своей проповеди я назвал «Реальная опасность духовного мира». Знаете, у известного христианского писателя Клайв Льюиса есть такая фраза или такое выражение. Он пишет следующие слова. «Есть два равносильных и противоположных заблуждения относительно сатаны. Одни не верят в сатану, другие верят в него и питают к нему очень нездоровый интерес. Сам сатана рад обеим ошибкам и с одинаковым восторгом приветствует и тех, и других. И активно использует все виды уловок, чтобы отвратить души от истины». Братья и сестры, когда мы просматриваем действия сатаны, мы даже не представляем, с какой коварностью, с какой тонкостью, с какой хитростью и обольщением он подходит сегодня к верующим людям. Иногда мы видим, когда мы говорим о опасности духовного мира, опасности дьявола, мы можем себе представить какие-то особые сферы, правда, оккультизм, гадание, демоническая музыка, спиритизм, различные сферы, формы. Безусловно, это открытая такая форма сатаны. Но интересно, когда мы смотрим в Писании, братья и сестры, обращали внимание на предупреждение, которое мы читаем в Слове Божьем. Сатана подходит и использует, помните, слово «ситта». Когда мы читаем Луки, 22 глава, 31 стих, Христос говорит, Петр, сатана что-то просил. Сеять вас. Он использует это сито и сегодня. Когда мы смотрим 2 послание Коринфянам 2 глава, 11 стих, мы прочитали вот это умыслы, нам не безвестны его умыслы. У него есть умыслы, это намерение, у него есть цель какая-то. Он использует свои цели. Евангелие от Матфея, 13 глава, 22 стих. Помните, притча? Четыре вида почвы, сердца человеческого. И сорняки там используются, сатана и сорняки. Сатана использует твердую почву. Сеятель вышел сеять слово. И первая почва, помните, братья и сестры, упала при дороге. И Христос объясняет, а что это за почва? Для тех, кто слышит слово, не бодрствует это слово, приходит сатана и уверенно, что делает, похищает это слово, чтобы не услышали и чтобы не спаслись. Братья и сестры, я боюсь, что это действие может произойти и сегодня. Мы слышим слово, а мы где-то отвлекаемся. Наши мысли, наши желания, наши глаза, мы где-то блуждаем, смотрим, думаем, может быть, возвращаемся к своим обыденным каким-то вещам. Приходит и похищает. В послании Ефесиным, 6 глава, 11 стихе, сатана использует хитрости, чтобы строить свои козни. В послании Петра, 5 глава, 8 стих, 1 Петра, 5 глава, 8 стих, сатана использует львиный рык. Помните, где Петр говорит, «Ботростуйте, трезвитесь, ибо враг ваш лукавый ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Не всегда он представлен, как рыкающий лев. Сатана знает, как устроен человек, сатана знает, как подойти к человеку, и он иногда принимает вид ангела света. Об этом послании, 2 Коринфянам, 11 глава, 14 стихе, апостол Павел предупреждает, ибо он принимает вид ангела света. Иногда он использует сети, различные сети, чтобы уловить человеческую душу. 2 Послание Тимофея, 2 глава, 26 стих. Братья и сестры, это не полный перечень тех уловок, тех коварных замыслов, замыслов сатаны, для того, чтобы погубить душу человеческую. И Льюис был прав. Сатане нет разницы, что будет происходить на земле. Голод ли, пандемия ли, войны ли, благополучие ли. Ему разницы нету, что будет происходить на земле, как будут развиваться обстоятельства. У него одна цель. Он враг, и он пришел украсть, убить и погубить. Это его цель. И он будет использовать любую ситуацию, братья и сестры, то, что будет происходить сегодня на земле. Поэтому мы имеем в Писании так много предупреждений о его коварстве и лжи. Помните, когда Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 24 главе, описывал признаки на вопрос, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия, первое, в четвертом стихе, что Христос сказал, 24 глава, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Знаете, братья и сестры, я замечаю, что современные христиане, увлеченные признаками пришествия, не услышали самое главное предупреждение. Это первое. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Апостол Павел в послании к Ефесе, нам 4 глава, 27 стихе, дает повеление верующим. Еще одно очень важное повеление. И не давайте место кому? Не давайте место дьяволу. Странный вопрос, Павел, ты обращаешься к нам верующим. Мы же верующие, мы же спасенные, мы же находимся в защите нашего Господа, в тени крыл Его покоимся, в башне, куда мы убегаем и находимся в безопасности. Почему такое повеление? Верующий христианин, не давай место дьяволу. Значит, есть вероятность, есть опасность того, что мы можем подпасть об обольщении, можем дать то, что от нас зависит. Это очень важно. помнить об этом тоже предупреждение. Сатана хорошо знает, как устроен современный мир, его проблемы, потребности человека, слабости человека. И хорошо этим дух времени. И очень важно, братья и сестры, что мы видим в последнее время, чем дьявол пользуется, христиан непониманием и незнанием священного Писания. Дьявол пользуется тем, что верующие люди сегодня перестали серьезно относиться к Писанию, изучать его, братья и сестры. Я не говорю о чтении регулярном, утром ли вы читаете, днем ли вы читаете, вечером ли вы читаете. Я говорю о повелении Иисуса Христа, который сказал «Исследуйте Писание». Исследовать это глубокое, серьезное исследование стих за стихом, книгу за книгой, темой за темой. Глубокое, серьезное исследование. Когда этого не происходит, братья и сестры, наш меч лежит в стороне. И открывается вот это, знаете, пространство, возможность, сфера, где наш разум не защищен Писанием. Поэтому мы готовы принимать любую информацию, порой даже не проверяя ее, не имея вот этого критического такого пропитанного Писанием разумом. Откуда это? Кто это сказал? Источник. Настолько это правдиво, настолько оно соответствует Писанию. Этим дьявол пользуется. Обратите внимание, братья и сестры, текст, который мы с вами прочитали, 11 стих, очень короткий стих. И когда мы его читаем, он на первый взгляд совершенно не связан с каким-то вопросом, напрямую связанным с опасностями духовной битвы. Он не связан с каким-то видимыми проявлениями демонических сил. Братья и сестры, когда мы обращаемся к этой главе, второй главе, знаете, о чем здесь апостол Павел пишет. Вот если можно, у кого есть открытая ваша Библия, лучше приносить с собой Писание, Библию, мы можем посмотреть чуть выше несколько стихов. Павел пишет в 7 стихе, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте во всем ли вы послушны, а кого вы в чем прощаете, того и я, ибо я, если я в чем простил, кого простил, кого простил для вас от лица Христова. И затем идет вот этот 11 стих, чтобы не сделал вам ущерба сатана. Пресестры, апостол Павел говорит о человеке, в котором он писал в 5 главе 1 послания Коринфянам. Помните, трагедия произошла в церкви. Павел говорит, у вас появилось блудодеяние, грех был в церкви. И Павел выносит властью апостола свое решение, помните, предать сатане вознемождение плоти, чтобы дух был спасен. Вот об этой человеке, об этой личности идет в этом же, в этой главе, в этих стихах. Павел, по сути дела, обращается в церкви и говорите, простите, этого человека. Его Господь, по видимости, раскаялся, было свидетельство. И Павел говорит, простите этого человека, и я его прощаю, я хочу присоединяться. Вы скажете, а в чем здесь опасность? Почему ты, апостол, Павел, говоришь, чтобы не сделал нам в этой ситуации какого-то ущерба? Кто? Сатана не сделал нам ущерба, потому что нам небезвестны умыслы. Давайте попробуем понять вот эту стратегию или опасность. Ну, давайте представим себе, что человек действительно был наказан, но человек получил прощение, человек получил восстановление, и человек хочет быть восстановленным и принят в церкви. Люди говорят, нет, не может. ты знаешь, какой у тебя грех был? Вы знаете, апостол Павел говорит, будьте аккуратны, смотрите, что в этой ситуации человеческое сердце может быть ожесточенным, разбитым, вы можете потерять его как душу. С другой стороны, что может быть, оказаться со стороны или даже со стороны этого человека, со стороны других людей, мое апостольство, ваше как церкви, вы можете показаться жестокими, нелюбящими людей или этого брата. Казалось бы, братья и сестры, совершенно неподходящая ситуация, где как-то здесь говорить о сатане, но Павел был он духовно, понимал духовный мир. Он понимал, как устроен мир, и он понимал стратегию лукавого, поэтому он в этом стихе пишет, говорит, для чего, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Ибо нам небезвестны его умыслы. Сатана искусный враг и принимает различные козни, чтобы, если не удастся человека держать в грехе, человек может находиться в страхе, в одиночестве, в каких-то переживаниях, или человек уже прощенный, помиланный Бога может так и находиться долгие-долгие годы или в отлучении, или находиться просто на каком-то замечании, или еще в какой-то ситуации. Павел хорошо знал духовную стратегию сатаны, поэтому говорит, ибо нам небе известны его умыслы. Библия Казалось бы, в таком простом вопросе, где мы могли и не задуматься над этим, Библия открывает нам реальную опасность духовного мира. Когда мы смотрим на другие тексты Писания, мы видим, как авторы посланий ставят эти предупреждения не в каких-то особых главах. Не то, что авторы посланий взяли бы и выделили целую главу и посвятили всей стратегии или всем опасностям. И туда включили большой перечень, большой список духовных опасностей, оккультизма, спиритизма, поклонения духам мертвых, гадания и многие-многие то, что сегодня, к сожалению, присутствуют в этом мире. Мы видим немножко по-другому вот эти стоят предупреждения в Священном Писании. Они находятся в самых обычных ситуациях нашей жизни. И это очень важно понимать. Сатана, братья и сестры, не приходит к нам и не заранее предупредит нас заранее об искушении. Он не назначит нам встречу и не скажет, я собираюсь себя искушать на той неделе. Он придет тогда, когда у нас все хорошо или когда все плохо. Когда мы здоровы или когда мы больны. Когда мы читаем Библию или когда мы не читаем Библию. Когда мы находимся в церкви или мы не находимся в церкви. Он придет, братья и сестры, тогда, когда мы не ожидаем. Он коварный, страшный враг, братья и сестры, поэтому нам нужно всегда быть очень внимательным. Ему нет разницы. Он может даже принять вид ангела света. И как один брат говорит, он может говорить правду. 99,9% говорить правду, но будет одна маленькая-маленькая ложь. Этого будет достаточно, чтобы человека обмануть, увлечь и поймать свои силки. Благодарение Богу, что апостол Павел обладал этой духовной проницательностью, поэтому он предупреждал тогда, он предупреждает и сегодня, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Другие переводы говорят этот текст следующим образом, чтобы противник не воспользовался нами или нельзя, чтобы посмеялся над нами сатана. Просестры, возникает вопрос, а нам известны его умыслы? Задумывались ли мы, что в нашей повседневной жизни там, где мы совершенно не ожидаем, может присутствовать для нас страшная опасность? Эта опасность может заключаться в следующем, в нашем характере, в наших словах, в наших отношениях друг с другом, в наших отношениях с соседями, на работе или еще в разных каких-то обстоятельствах. Знаете, некоторые люди говорят, не христиане говорят, я не верю в сатану, не христиане. Верующие люди, некоторые говорят, мы верим, но не стоит придавать этому такое важное значение, чтобы этом говорить или проповедовать. Знаете, сатана любит это слышать, он любит это слышать, дьяволу нравится, когда люди отказываются в него верить, это означает, что он хорошо замаскирован и сокрыт их неверием в него. Если человек не верит, что дьявол существует, он никогда не будет стремиться осознать, что опасность существует даже там, где мы об этом даже не подозреваем. Вот давайте посмотрим на еще один текст Писания, который записан в послании к Ефесинам, 4 глава, 27 стих. Ефесинам, 4 глава, 27 стих. Здесь стоит очень серьезное предупреждение, не давайте место дьяволу. Это повеление апостол Павел обращено к верующим, к верующим, спасенным, возрожденным, которым имеет Духа Святого, братья и сестры. И вот интересно, когда мы опять смотрим связи с чем апостол Павел дает серьезное предупреждение не давать место дьяволу. Говорит ли эта глава об опасностях оккультизма, гаданиям или гороскопах волшебства? Нет. Это очень хорошая глава. Братья и сестры, эта глава говорит о том, что Бог имеет цель создать в верующем человеке нового, образ нового, созданного во Христе Иисусе. Представляете, какая величайшая цель? Бог имеет для верующих человек цель создать в нас, в наших смертных телах образ удивительной личности Иисуса Христа. И если мы обратимся, братья и сестры, к тексту Писания, давайте прочитаем с 24 стиха. «И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости, истины, посему отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу, кто крал вперед, не креди, лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которого вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Братья и сестры, давайте представим себе на минуту, что вот этот текст Писания в 27 стих, он отсутствует. Он отсутствует в этой главе, в этих текстах. Поменялось бы как-то вот содержание, мы бы не заметили, мы бы не задали вопрос, я уверен, братья и сестры, никто не задал бы вопрос даже. Читаем, сказали, Павел, здесь что-то пропущено. Здесь должна присутствовать какая-то очень важная деталь. Я думаю, чтобы мы не заметили, правда? Потому что сам текст говорит, по сути дела говорит Павел, работайте над своим характером, вы спасенные люди, вы имеете Духа Святого, работайте над своим характером, не ссорьтесь, не завидуйте, не гневайтесь. Для чего апостол Павел ты поставил вот это серьезное повеление? Обратите внимание о том, что имеет отношение к этому. Хочу обратить внимание на очень важную деталь. 24 стих начинается коротеньким союзом «и». И облечься в нового человека. И когда мы смотрим, мы прочитали с вами эти тексты, мы видим вот этот союз и встречается еще в двух текстах. 24 мы прочитали в 27 и не давайте места дьяволу и обратите внимание на 30 стих и не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которого вы запечены в день искупления. То есть, вот этот союз и он показывает, он соединяет вместе, воедино все эти тексты. В нем есть один смысл. Мы не можем вырывать из контекста вот этот 27 стих предупреждения и не давайте место дьяволу. Когда мы прочитали вот эти стихи, братья и сестры, мы увидим в этих стихах следующие слова, если кто были внимательны. Обратите внимание, перечисляю, ложь, гнев, воровство, гнилые слова, всякое раздражение, ярость, гнев, крики, злоречия со всякою злобою. Как вы думаете, дорогая церковь, братья и сестры, эти действия, эти проявления, это состояние сердца, эти качества человека, обращаю внимание, речь идет о спасенных людях, о возрожденных людям, является ли почвой, в котором дьявол может использовать против нас? Братья и сестры, да, серьезнейшая предупреждение. Оказывается, апостол Павел говорит, смотрите, потому что он выше, он говорит, что у нас есть, остается эта ветхая природа, он призывает отложить прежний образ жизни этого ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, он вновь показывает картину духовной борьбы, которая происходит в жизни верующего человека, но говорит, смотрите, чтобы через эти качества, через ваш гнев, через вашу ложь, вашу неправду, которая проявляется в любых вопросах, в любых сферах, письменно, на словах ли, в бумаге ли, в мыслях наших, воровство наше, когда мы там, где мы работаем, ну, лежит, в принципе, ну, пусть, ну, могу взять там, ну, ничего. И многие-многие вещи, наши раздражения, наше слово, гнилые слова, они причиняют величайший вред нашей душе. И апостол Павел говорит, слушайте, не давайте места ему, потому что он воспользуется этой ситуацией, это он спирирует, это он вдохновляет, это он пытается завести. Но самое страшное, братья и сестры, что хочет достигнуть сатана, не только хочет поразить наше сердце, не только хочет сломить, испортить наши отношения друг к другу, друг к другу, в церкви, в семье, между родственниками, друзья. Кто-то сказал, что очень раньше людей как-то объединяла теология, теологически объединялись люди в церкви, вокруг Писания, вокруг поклонения, вокруг понимания Бога живого. Сегодня верующих людей объединяет идеология на вакцинированных и на вакцинированных, которые признают и не признают, которые верят, которые не верят. Это не так, говорит, берегитесь, чтобы не причинил ущерба сатана. Не давайте ему место. Братья и сестры, смотрите, что делает дальше апостол Павел в 30-м стихе серьезнейшее предупреждение, которое он говорит «Союз И». И не оскорбляйте. Кого, братья и сестры, не оскорбляйте? Духа Святого. Не оскорбляйте Святого Духа. Вот что хочет достигнуть, потому что, когда мы попадаем в эту ситуацию, и многие верующие говорят, у меня такой характер, ну, что ты такой спыльчивый, что ты кричишь, что ты на детей кричишь, почему у тебя гнев проявляется, почему ты все время врешь, почему ты все время воруешь. Ну, такой я человек. Жду искупления тела моего. А Павел говорит, вы наносите страшный урон. Вы оскорбляете того, который живет в вашем сердце. Тот, который сделал храмом ваше тело, сделал храмом и живет в вас. Поэтому, дорогая церковь, сохрани нас, Господь. Для того, чтобы мы говорили сегодня о опасности взятие духовного, реальной опасности духовного мира, могли видеть не только самое черное, самое страшное, самое отвратительное, самое негодное, что сегодня предлагается. Дьявол не предложит нам в открытом виде черную или белую магию или еще какие-то вещи. Дьявол использует даже наш, наш характер, наше состояние. Он хочет, как в церкви, в 11 мы читали, в Коринфянам, говорит Павел, примите его, простите его, примите этого раскаившегося, сокрушенного человека. Чтобы не был огорчен. Он хочет разделить внутри, между служителями, между проповедниками, между хористами, между детьми и родителями, принести разделение. И Павел, мы видим, вновь и вновь, веско, аргументированно, с властью, говорит, берегитесь, не давайте, смотрите, чтобы не причинил нам ущерба. Допуская все эти грехи, дьявол хочет, чтобы мы оскорбляли Духа Божия. Братья и сестры, возникает вопрос, дает ли только предупреждение или дает нам помощь реальная в этих стихах? Здесь не только предупреждение, но здесь помощь дает апостол Павел. Можно ли этого избежать? Да. В каждом из этих стихов есть ответ на состояние моего и вашего сердца. И обратите внимание, 25 стиха, отвергните ложь, говорите правду и истину друг другу, он говорит. Говорите правду и истину друг другу. В 26 стихе, он говорит, контролируйте свой гнев. В 28 стихе, он говорит, перестаньте воровать, а лучше работать, чтобы можно было уделить и нуждающимся человеку. В 29 стихе, он говорит, следите за вашей речью, говорите слова для назидания, чтобы они приносили пользу слушателям. В 31 стихе, он говорит, удаляйтесь от ярости, криков, злоречия и зла. И 32 стих, очень важный, но будьте, слово будьте, это повеление. Это не то, что предлагается, говорит, будьте друг к другу, другу какими? Добрыми. Будьте друг к другу добрыми, сострадательными и прощайте друг друга. Как прощать? Как и Бог во Христе простил вас. Поступая таким образом, мы лишим возможности древнего змея, дьявола, приносить страдания, боль нам, нашим близким, нашим родным. Их родными с помощью Божьей можем иметь победу в нашей жизни. Напомню, тема нашей сегодня рассуждения это предостережение апостола Павла, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Мы говорим, братья и сестры, о каких-то таких приземленных, обыденных, простых вещах, правда, сегодня? То, что сопровождает нашу жизнь. Мы вернемся в нашу семью, в наш быт, в наши отношения, в наши работы. Но помните, если не работать над этими вопросами, можете себе представить, какую сферой сатана снова и снова владевает нами. И люди порой даже не замечают, что они становятся просто рабами. Зависимость есть не только оккультная, но зависимость от зла, от своего характера, от своего гнева, от неправды, от той практики, которая стала обыденной вещью в нашей жизни. И Дух Святой огорчен. Радости нету, мира нету, ходить в собрания нету, читать Библию нету, желания исследовать, на разборы посещать, молиться, жить жизнью, церкви нету. Почему? Друзья, может быть, нужно сегодня задать вопрос, Господи, покажи мое сердце. Не пленил меня где-то сатана через мой характер, через мои слова, через мою речь, через многие вещи я связан. Да поможет нам в этом Господь. Просестры, пользуясь случаем данной темы, хочу обратиться еще к одному вопросу, связанному с реальной опасностью духовного мира. Сегодня 17 октября. Прекрасное время осени, природа чудесная, но я думаю, что мы на протяжении многих лет, живя в этой стране, замечаем, как дома, бэгьярды, клумбы, дворы людей преображаются. И такое впечатление создается, что мы будто попали на декорации из какого-то фильма ужасов или люди пытаются создать какое-то кладбище, правда? Я говорю о том, что 31 октября в Соединенных Штатах, в Канаде и много других стран сегодня отмечается, трудно назвать этим словом праздник, но для того, чтобы как-то дать ему определение, это событие или этот праздник, Хэллоуин. Я бы хотел очень кратенько коснуться сегодня и этой темы, братья и сестры, потому что многие верующие сегодня мы видим, вчера я проезжал возле одной церкви, большой, и большущая такая вывеска, которую приглашают на осенний фестиваль, но в которой четко и ясно показана вот эта шутка, с которой дети ходят от дома к дому, да? Казалось бы, что здесь такого безобидного? Или поставить, скажем, весеннюю красивую большую тыкву, но чтобы она была привлекательна и особенно ночью, можно ее освободить, вырезать, что-то там, скажем, вот какие-то рожицу, поставить туда свечку, прикрыть и, в общем-то, хорошая, неплохая декорация на ночь. Братья и сестры, я хотел бы немножко коснуться этой темы, потому что в Библии Хэллоуин не поминается, но когда мы исследуем корни возникновения этого события, чрезвычайно важно, необходимо знать нам. Любые события имеют в себе свою историю, праздник имеет свою историю, праздник Рождества Христова или праздник Жатвы. И вы знаете, история говорит, что вот этот праздник восходит к древнему языческому празднику, который отмечался народом, которые назывались Кельты или Галы чуть позже. Кельты или Галы, которые жили в Западной и Центральной Европе более двух тысяч лет тому назад. История об этом говорит. История говорит, что Кельты носили определенные в этот день костюмы, потому что они верили, что в этот день открываются двери загробного мира, приходят души умерших. И для того, чтобы отпугнуть или защитить себя, вот они таким образом увлекались в эти страшные тогда еще костюмы для того, чтобы отпугивать этих духов умерших. История также говорит, до того, как кельты приняли христианство, когда пришли проповеди в Англии, они делили год на две части, на две половины, зиму и лето. Когда наступал период завершения сбора урожая, а в их практике он завершался 31 октября. 31 октября завершался сбор урожая, и они отмечали в этот день, в эту ночь Новый год, в эту ночь зажигались большие костры, и кельты поклонялись языческому богу Сайхейну. Они считали, что в эту ночь открываются двери из мира мертвых, и темные силы приходят в наш мир. Чтобы задобрить их, этих духов, они приносили всевозможные жертвы и угощения. Интересно, что католическая церковь в средневековой Европе для того, чтобы они позаимствовали вот эти языческие обычаи и сделали следующую вещь. На протяжении многих веков католическая церковь 1 ноября отмечает День Всех Святых. 2 ноября католическая церковь на протяжении многих веков отмечает День Поминовения Умерших. 31 октября они назвали это накануне Дня Святых, Всех Святых. Они назвали это накануне как бы День Всех Святых. И католическая церковь они соединили по сути дела вместе эти праздники. Обычно праздники сопровождаются следующими атрибутами. В нем присутствуют три таких важных момента. Это сладости, это костюмы, это символы. Это сладости, это костюмы, это символы. Братья и сестры, кто больше всего любит сладости? Дети. Ну дети, вот правда, видите, сладость за руку подняли. Вот обратите внимание, настолько тонкая уловка сладости. Вы знаете, что делали были в средние века в то время? Дети ходили от дома к дому, просили сладости взамен на то, что они помолятся за души умерших людей, за то, что они будут молиться за души умерших людей взамен на сладости. И вот эта авиатура, знаете, вот эта игра слов, шутка или угощение, угощай, или пожалеешь, или кошелек, или жизнь, вот этот перевод, он достаточно много-много имеет вариантов, но суть остается та же. Дети ходили и просили взамен на то, что будут молиться за души умерших. Интересно, знаете, что именно в 20 веке, в 20 веке древний языческий Хелуим, он возродил, знаете, те кто? Сатанисты. Официально Американская Сатанинская Церковь, они объявили этот праздник своим, а он принял открытый характер поклонения нечистой силе, и этот страшный популярный праздник стал завоевывать во всем мире популярность. Свидетельство одной женщины, открыто признающей себя ведьмой, она написала такие слова. Христиане сами того не сознавая, празднуют вместе с нами, и это нам очень нравится. Это нам очень нравится. А второй атрибут этого события это костюмы, это костюмы. Когда мы смотрим, братья и сестры, что сегодня предлагается и продают, мы понимаем, что это тот мир, мир страшный, мир настолько для нас непонятный, ужасный, греховный. И он так легко входит в жизнь многих людей. Естественно, безобидно, шуткой, приносящей миллиарды долларов прибыли определенным людям. Костюмы эти рассчитаны на детей тоже. Дети любят что-то одеть, что-то интересное. в этом скрыт страшная опасность, братья и сестры. Не давайте место дьяволу, не позволяйте, не разрешайте. Символы, они тоже говорят о многом. Раньше вот в кельты они использовали репу или какие-то другие большие, они не были тыквы тогда, не использовали репу, но впоследствии стали, собственно, где-то и выращивать и использовать. Кто-то говорит, что здесь такое безобидного? Там тоже есть сокрыт определенный смысл. Его называют светильник Джека. Почему? Он символизирует изображающую Джека символ проклятой души, закрытой внутри. Душа, которая умерла, она находится внутри, ищет покоя. Поэтому вырезается, освобождается, ставится свечка, закрывается, и вот то, что видим на сегодня. Какое должно быть наше отношение к этому событию? Я отвечу однозначно. Хелуим – это праздник восхваления всего того, что Бог называет мерзостью. Христос, христиане не должны принимать абсолютно никакого участия в этом страшном событии, действии. Писание говорит, что общего у света со тьмою. Хэллоуин – это попытка соединить свет со тьмою, добра и зло. Это открытые двери для страшных сил тьмы. Это языческие обряды, которые набирают силу и очень популярны сегодня в этом мире среди детей, молодежи. Это страшное обольщение и даже открытый оккультизм. И его ловко используют дьявол, внушая людям, что это безобидное просто развлечение. Ничего страшного, если дети пойдут с соседями, возьмут конфеты или вы как-то украсите или каким-то образом. Христиане не празднуют такие праздники, потому что не отдаляют от Бога, они горчают Духа Святого. Это событие, праздник приближает к тьме. Хэллоуин диктует смерть и скорбь, а Библия говорит, что Христос пришел для того, чтобы нам дать жизнь и жизнь избыткам. В этом вопросе не должно быть абсолютно никакого компромисса и участия в этих событиях, празднике зла и греха. На вопрос почему отвечаю словами Писания, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, потому что нам небеизвестны его умыслы. Пусть ко всякой любящей и боящейся Господа будет направлен это слово принять его с верою и с ответственностью. Да поможем нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Музыка Музыка Музыка